Наконец-то! Привет! Здарова, Чумбы! Сегодня я покажу вам различные, не сразу бросающиеся оптики, взаимодействия и секреты, добавленные с глобальным патчем 2.0, его хотфиксом, а также дополнением Призрачная Свобода. В видео будут спойлеры, а также вы могли уже знать про многое из того, что тут увидите. Не Баян, а Кироши. Про вариативность дополнения не слышал разве что Ленивый, или тот, кто его не покупал. Все квесты Призрачной Свободы предлагают вам не просто различные пути для прохождения, но и то самое, чем нам когда-то всем понравилось низвержение в Мальстрём, или развилка с фудуистами и сетевым дозором, а именно выбором. И не просто иллюзии его, а полноценный выбор. Позже вы даже будете встречать те или иные последствия своего выбора, или получать и даже терять уникальные награды за принятые решения. Но всё, что вы сделаете в рамках дополнения, не влияет на основную игру, кроме открытия новой концовки при определенном условии. А вот всё, что вы делали в Найт-Сити, может пригодиться вам в Пёсем Городе. Так, к примеру, выполнив несколько заданий по киберпсихозу от Реджины, в рамках одного заказа от мистера Хэнса, вы сможете помочь киберпсиху излечиться и получите в благодарность культовое оружие. А ещё, если вы успели познакомиться с Лиззи Уиззи, то во время одного сюжетного квеста дополнения она подарит вам свою диадему, чтобы подчеркнуть, что теперь вы тоже стали частью её окружения. А если вы успели помочь ей решить проблему в отношениях, то даже сможете с ней это обсудить. Я же на этом прохождении не прошёл, поэтому могу спросить только, как она себя чувствует. И таких примеров на самом деле много. То диалог новый получите в зависимости, обнулили вы вудуистов или нет, то поможете на основе ваших связей дурачку из Баргёста. И таких примеров достаточно, за что мне определённо нравится дополнение. Пасхалки. Все мы любим их. Если вы уже связывались с агентом Ридом, или только собираетесь по старому телефону, то обратите внимание на стикеры с номерами. Два левых номера — это кавер Never Fade Away. Посмотрите, Джонни грустно. А два правых — это саундтрек Ведьмака. Джонни порадовала. Еще можно позвонить по номеру 911. Трубку никто не возьмёт, но у Джонни есть реплика к этому. И позвонить вы можете в любой момент, начиная как с самого прохождения этого задания, так и после. Вот просто прийти в любой момент и насладиться реакцией Джонни на звонок по тому или иному номеру. Блин. Пидорасы, блять. Вернёмся к сюжетному квесту, где можно много кого встретить. Помните плакаты в городе, на которых был наш знакомый Гора Токамура? Так вот, в дополнение, миф окончательно разрушен. И мы можем встретить ведущего того шоу Хидеси Сина. И даже подметить, что у нас есть знакомый, который очень похож на него. На что он попросит предложить ему работу дублёра. Представляете себе телохранитель бывшего главы Арасаки Дублёр. Также здесь вы можете найти заместителя мэра Найт-Сити, беседующего с агентами Арасаки. Понимаете, зачем корпорации Найт нужны пиралисы? Для возвращения к полному контролю города. Советую просканировать всех гостей и поболтать с кем возможно. Тут много кого интересного. Если на этой же вечеринке много выпить, то Джонни прокомментирует и выразит своё уважение. Также у вас появится головокружительный эффект на время. Помните бой с огромным роботом? Так вот, его сердце можно потратить не только на четыре уникальные модификации, но и сохранить в квартире Ви рядом с фигуркой Скорпиона. Насколько внимательно вы изучали пёсий город? Помимо скрытых киберпсихов, тут есть нычки с культовым оружием. Вот вам две из них. А знаете, что будет, если попробовать приехать в Доктаун на полицейской машине? Зацените. Я был бы не я, если бы не проверил. Специально от меня Реда не только добавили надпись, что дальше уже ничего не будет, но и закрыли все лазейки. К примеру, при моей стандартной попытке сбежать за карту с помощью горы Ви всегда будет телепортировать в стену, и вы окажетесь в ловушке. Зачем закрыли? Чтобы игроки на консолях не могли исследовать пёсий город без покупки дополнения. Потому что пока есть читы, моды и прочие, они просто спокойно могут себя переместить. Долго. А вы знали, что начиная новую игру вашему или вашей Ви теперь 23 года? Раньше было 27, не знаю, какому из разработчиков пришла эта гениальная идея, но некоторые диалоги теперь смотрятся немного бредовее. Имхо. К примеру, в одном из заказов Ви играет 28-летнего персонажа. Напишите, сколько лет дали бы Ви за жизненный опыт, диалоги и в целом внешность. Ведь да, Ви, что 27, что 23 выглядит одинаково, а если вспомнить обложку игры, то вот вы дадите ей 23? Или вот... Ну, ему как бы можно ещё, а вот ей. Вернёмся к чему-то приятному. На стадионе есть скрытый квест, который, если пройти и обладать высоким уровнем интеллекта, можно запрограммировать робота и играть на гитаре, за что он потом нам будет очень благодарен. FF06B5. Помните эту загадку, что по масштабу уже масштабнее легендарной Тайны горы Чилиот? Так вот, игроки уже близко к разгадке очередного шифра, который приведёт нас к секретному квесту, дающий нам всё больше вопросов и монстр трак. К сожалению, пока я не знаю, какие коды нужно вводить для получения задания, но если вы можете откатить игру к патчу 2.0, или и так на нём играете, то в интернете есть коды, которые были там действительны, но разработчики решили, что игроки должны разгадать всё сами, без помощи датамайнеров, или это просто баг, и они сейчас не активны. Дополнение также не обошло и голубоглазово, в одном из концовок Сойко упоминает его, а исходя из некоторых сюжетных моментов, в комьюнити родилась теория, что он может быть белым и скином, кто знает, кто знает, но это уже другая история.